всем привет из ума флия слушайте ребята пожалуйста очень прошу найдите там три секунды времени парочку минуток минутку две три одну напишите в комментариях вот лично вот вам тем кто меня слушает а меня слушает хотя подписчиков к тому же 7000 человек но слушай человек 10 даже наверное я себя хвалю 10 может больше я не знаю но пожалуйста напишите вот вам как больше нравится вот вас больше устраивает или вы считаете не то что вам больше нравится вот ваше мнение как вы считаете какие видео лучше которые короткие быстрые только вот по делу типа там берем здесь включаем здесь включим поливаем здесь и там короткие типа как в шорстах записывают там типа по проблемам так так и так и так и так вот или же вот такие вот нюня как у меня на час на полтора мне вечно растягивается вся любая моя посиделка говорил к суть чем потому что как бы обычно но мне все при все писали говорили что типа илья типа ты давай там трещи побольше типа чуть хочу видео короткая типа там только разрисовался ты типа уже заткнулся я же у меня же как бы постепенно сформировался формат такой что я и рисую в основном в том ключе что люди под меня рисуют коллеги коллеги под меня в этот момент рисуют и слушают мой трёп рассказы о том о сём вот вдруг неожиданно значит слушатель коллега написал что у меня вообще это времени слушать я типа не могу рисовать и слушать ну я мне всю жизнь все и говорят что типа там слушай а мы вот именно так тебя и воспринимают именно за рисованием некогда нам тут сидеть на тебя смотреть что-то там выслушивать там ля-ля травишь мы в основном так вот включаем тебя ты там бу-бу-бу-бу-бу а у нас как бы появляется вкус к рисованию интернет ну то есть тема такая так это вот так или не так я что-то я что-то все уже перепутался какая-то странная знаете вот идея угодить всем я бы мог ёля послать слышишь братан вот я вот такой досвидос хочешь лучше хочет слушать это же как бы нет и по-пацански неправильно не по-нашински надо же это коли ты ведешь там какие-то я к чему я же теперь еще и на рутюбе канальчик там завел и это самое и предложил заходите туда тоже там я там буду выкладывать это самому кому удобно посматривайте оттуда вам если все равно есть есть не все равно конечно смотрите где вам удобно вот а если вот можно с рутуба смотреть смотрите на рутубе почему ну типа это самое там повысится просмотр и нажимайте там лайки все это самое оно будет повышаться у меня если youtube выключил все монетизации то рутуб как бы вот еще такое там обещает попробую воспользоваться если вам это несложно если для вас то не принципиально где просматривать моё видео попробуйте посмотреть на рутубе пожалуйста хорошо окей по возможности не настаиваю не заставляю не требую не прям не с ножом у горла но так вот чисто по свойски по-братски если если сможете вот так дальше рассказывать чё к чему это самое и поэтому скажите мне это вообще это все правильно я делаю что у меня она полтора часа это видео или все-таки она вам вот в тягость его слушать потому что я думаю что наверно меня все-таки как блогер такой ну я говорю что обучать видео обучающие вот александр юльям вот лично вам как товарищу как вот моему подписчику моему давнишнего подписчику говорю я давным-давно сказал обучающие видео есть на ютюбе короткие прекрасные каратыши на английском языке но сейчас включается там субтитры переводы сейчас что хочешь есть на ютюбе и сообщества клип studio paint и там все фишки разбираются есть отдельно записанные длинные подробные то есть я еще повторяю я просто некоторые штуки рассказываю которые мне нравится я их сам для себя использую все это я не вижу себя как такого знаете обучателя рисователя программа потому что даются люди которые умнее и подскажут что такое более грамотно нет нет более горького когда-то учил учил как вот я записывал видео про то как отделить штрих от бумаги ну кто преданные давнишние фанаты знают и помнят так вот еще в итоге в итоге мне не помню кто-то скинул элементарнейший способ отделения штриха от бумаги там в один клик я у меня было несколько кликов сделано что там одно там другое а там вообще вот так надо каналы выходишь щелкаешь по ацмику потом все выделяется подливаешь слой заливаешь серым все в этом скажите мне на господи и в клипсе тоже все в один клик выделяется карандашный штрих отделяется от поверхности поэтому даже и как бы учить смысл никакого нет потому что все все тут сверху лежит все есть не такое что-то как бы и прямо страшное дело и так значит поэтому вот пожалуйста напишите мне какие вам видео от меня от моей студии лучше заходят да по поводу искусства интеллекта я хочу сказать следующее слушайте у меня конечно же я как и я же не я же тоже в повестке я что же присутствую я же читаю паблики сообщества вечно я попадаю в какие-то компании где люди начинают это обсуждать сижу слушаю думаю размышляю вот вы знаете мне тоже приходит свои мысли в голову первое я вот у себя в контактах написал по этому поводу и смотрю там очень сильно отреагировал за счет один мой слушатель читатель мой и такой что там дат я написал наш такую мысль что каждый художник который играется с нейросетью с искусственным интеллектом рисует там себя как я буду выглядеть в мультике пробует нарисовать там по заданию какие такие вещи каждый художник делающий это не для того чтобы в данный момент заработать себя влечить работу и взял использован на рассеть и типа у него по канала что-то что-то получилось вот а он значит это сам сейчас я тут даже открою мой то в контакте вот окажется художник который ради игры и ради того что а вот я вот такой тип образ прекрасный и хороший типа это самое попробую себя как я буду выглядеть в мультике вот по поводу и вот кто сейчас дальше алексей копышев вот алёша копышев алексей видите уже забито это сама показать все забито картинками я говорю что каждый кто играется с этим сам он его обучает дает ему еще и еще какие-то скажем там ну задание ну мне так кажется возможно я такой типа знаете теория заговора и вы такие ой илья чё ты несешь это велосипед обыкновенно электронный я вам скажу сейчас одну из своих мыслей по этому поводу я зашел к нему думаю что он так вступился что-то начал типа там говорить да нет там типа модели одна другую обучают они там сами типа не нему ничего захожу вот вижу него куча таких вот картина каких-то да вот так вот чуть-чуть вот такой думал что же тут такое а он играется с этим делом ну хрен с ним и человек имеет право думаешь картинка папа а вот ручонки то у персонажиков то видите обрезаны пальчик то нету голова только так подождите вот люди какие-то кривенькие да что-то тут тоже такие какие-то непонятно что вроде как бдыщ а самом деле вроде как и хрень наверное этот поиск куда-то можно было бы себе присобачить вот этот вот как сказать вокзал наверно где-то это идет и работает но я говорю сейчас когда ты это делаешь для какой-то своей цели и это использовал и на этом заработал я еще пойму но когда много художников сейчас века везде постят а я в мультике а вот такой был бы поймите мне кажется что штука это какая-то глобально ну я я не шаманствую не 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 я тут ничего не это самое но все таки я помню сейчас вот эти в инфиде продаются первая серия нарисованных там искусственным интеллектом картинок конечно пиксельные они уродские они ублюдские но это были первые картинки искусственного интеллекта а сейчас посмотрите какие то есть мне кажется что эта штука это же неспроста то есть лишний раз этого лапать не надо без нужды но какие мои мысли по этому поводу не родятся еще другую это другие доводы в этом направлении например такая штука когда мы спорили о компьютерном рисовании начале нулевых да мы тоже все говорили ой как-то все искусственно как-то все это самая бумага шуршание она настоящая потом мы но не потом как тот одновременно все это перед этим во время во время в общем в процессе в моменте мы использовали photoshop и photoshop и вот эти все vivid light и там overlay и мультиплай и это что же как бы читинг и нечестность и использовать слои это же все использование лассо это использование электронных штуковин цифровых и она очень облегчает рисование и мы этим пользуемся уже во всю ивановскую но надо сказать вот мое личное мнение когда человек начал рисовать мастыхином то есть проводить вот рисует пейзаж ему нужно провести не пейзаж а город ему нужно провести ровную стену дома берет мастыхин и маска и краска идеально ровная кистью так не возьмешь а ты возьми каи кисточкой начни вот вы выписывать эту ровную стеночку вырисовывать то чем-то мастыхином накидал этих вот мазков а это уже читинг это уже и как бы то есть ухищрение технологии как только человек карандаш грифель нашел засунул его в деревяшечку сначала там было тряпочки там кожицы потом придумал деревянные эти самые склеивать карандаш технология матер кисточки разных этих самых тоже технология но мы такие вот так себе это объясняли и пользовались фотошопом всем но смотрите как только у нас появились всякие фильтра помните вот эти фотошопе как сделать эскиз как сделать то как сделать все и мы почему-то сейчас раздумут от рассуждая разговаривая о искусственном интеллекте а нейросетях вот этих вот сраных мы забываем что а ведь во первых помощь нейросети появилась черти когда она уже у нас фотошопе уже тут мелькала под руками люди уже ее юзали что-то уже пытались там надо накорябать этой нейросеть у себя обличить мы все время смеялись что кнопка нарисовать прекрасно нарисовать круто типа ее не бывает но она скоро появится все ближе и ближе потом как бы ему считали читингом когда люди брали фотобаш например там до вырезали скучно что такое фотобашку это уже обучение чего-то каких-то этих а за нами фотошопики мне кажется следил ты фотошопик то как у него появились вот эти уже сам уже сам прикол вот этого ну фотобаша это уже мне кажется что-то близкое туда что обучала нейросеть я ошибаюсь или нет но потому что но мы брали разные куски из фотографии и люди делали из них какой-то прям вменяемую прекрасную картинку она вся была нарезана там с какие-то хреновых кусочков вырванных там в клипах в интернете с фотографий нарезанных то есть уже что-то такое но не натурально вот это это тут вырисовать надо было теперь а их просто из-за вырезали приклеили а вот и все и прекрасно да то есть уже какие-то все эти технологии потом вспоминаем 3d появилась мы такие сначала ха-ха-ха ля-ля-ля потом да блин наверно 3d все захватит 3d она там уже свет выставляет легко камеру взял повернул так персонажа так повернул постепенно давно еще в 2000 сейчас я вам скажу каком году 2000 мне кажется по моему так 4 я еще вот я начал рабочего четвертом году третий год я еще в этом самом деле пятом или шестом году в интервью анри андрея ивановича сказал что будет слияние 2d и 3d будет программа и будет слияние люди будут работать сейчас посмотрите нет ни одного рисовательного ну там может быть какие-то не знаю там маленькие там миди бэнги скетч скетчбук про там не знаю что такое без 3d а вот 3d уже даже присутствует проклеите фотошопе 3d в иллюстраторе 3d в короле 3d в этом вот здесь 3d в клип студия пейнт 3d и кстати все это дело используется там позу поставить подрисовать там меч в руки вложить в правильную сторону повернуть ракурс загнуть комнату накидать стулья там не рисовать долго иногда нехорошие иногда говно иногда прям то что надо то что прям доктор прописал замок это тут утробный рисовать задолбишься его по жизни а тут пожалуйста 3d что ты взял чики-пуки еще и в контур до 3d перевел да вообще лютые вещи творятся это такой типа да нормально чё это же обличать художнику а то вдруг нейросети какие-то да что ж такое у нас отнимают работу там и в общем-то сами наверное все это дело постепенно к этому двигали друзья мы сами все это двигали и наверное мне все-таки кажется вот такое мое мысли вы можете мне соглашаться можете обязательно я буду рад если вы напишите свое мнение выскажите но вы знаете я вот дать я сейчас одну грань возьму искусство интеллекта и его влияние нашей жизни первое отберет работу вы знаете я не могу говорить на сто процентов что нет на самом деле ой-ой-ой как-то жутковато особенно вот эта детская книжка которая вот тут у него была тоже кстати вот это вот вот это вот детская книжка она что-то вот как-то пугает эта книжка пугает ребят реально вот вот да вот такое и ты думаешь ну на такое какие-то клиенты могут и найтись конечно косяки косяками но такое могут и купить и люди и людям может понравиться и этим самым для себя забегая вперед отмечу одну вещь я не видел пока ничего сделанного искусственным интеллектом после чего мне хотелось бы рисовать а вы помните все говорю что для меня очень важно при работе общение с художником наблюдение за его работами там я подписываюсь на художников только на тех при всем уважении при всем восхищении мастерством и качеством многих художников и в том числе из подписчиков и все но я все равно подписывайся на тех кто по каким-то причинам химическим непонятным меня вдохновляет на на творчество на работу то есть я вот посмотрел на его рисунки или захотелось рисовать в уши пошел это сам понеслась душа в рай разогналась тема как бы вот ничего из того что я видел пока что сделал и и ну я не буду девочку и холодные работы не впечатляет без эмоционально нет но вот даже понимаете вот нет от этого бича какого-то вот такого нет ощущаешь какой-то но какой-то вот но вот какой-то сейчас лофе играю сейчас мне да вот эта музычка по поставлена на фоне но я ее себе не поставлю вот не знаю знаете когда плохое настроение или хорошее нужно поднять или погрустить вот я не буду я поставлю песню написанную человека раз да то есть дальше по поводу отнять работу эти самые значит носите а помните как 2010 12 на иллюстратор 7 да и так в пабликах во всяких там фейсбуках люди говорили придут китайцы и все нам капсда китайцы работают так что у нас у всех зубы подлетают они просто какие-то вот нереальных культур триггеры какие-то зверские работяги они просто страшно мы такие да ну 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 это же а культура наша русская и тут вдруг появляется значит на экстраторсе в блог блогах выскакивает пост такой вот оно началось и какая-то там картинка там про машинку а-ля руси там что такое там маша хренаша мячики хренячики что-то такое там с этими скажите мне с сарафанах с кокошниками но настолько блин с китайским замесом как-то вроде и похоже но как-то вроде и по-китайски и мы такие нифига что-то пока не похоже на то что понравится нашему издателю нашему заказочку но почувствовали все легкий холодок что вот-вот эти твари научатся эти гады эти дети дети желтого дракона вот-вот и обретут нашу мудрость но нет нет дети желтого дракона прощупали другое направление игры вот их не работоспособность хентай и там комиксы и все-таки они это самое тоже поработав поработав губа разъедается денег хочется и вот худо-бедно я нарисовал две книжки и они приняты китайским издательством и не будут издаваться в китае и жду денег от китаёзов это отдельная песня ждать денег от китайцев друзья это как это как первого сентября ждать лето прихода лето вот 1 сентября лето будет лето будет но сука 1 сентября еще не уже не лето уже все уже 1 сентября ну 7 ноября вот 7 ноября ждать лето вот так впереди вся зима весна долбаные наледи проледи прохолоди сдвижение температурных этих всех делов а ты ждешь лето вот я жду лето ну жду я его я под джинсами ношу шорты летние я верю я верю что я выйду на улицу и внезапно вырастут листья на деревьях я скинусь у себя и пойду байки и шортах по улице радостно и шлепки шлепки обуваю в кроссовки зимние не трогайте это отдельная тема это страшно времена года я человек летний летний витамин d и все остальное да дальше так вот китайцы случилась китайская экспансия нашествие нет вот тоже понимает я такой момент думаю но я просто хочу гипотетически представить а как это все будет выглядеть например например значит это самое как это должно быть издатели должны как-то поменять свое мышление и начать лично понимаете какая в издательствах есть цепочка я сейчас нарисую ведь лучше всего когда нарисовано это лучше всего воспринимается людьми именно графическая картинка когда ты не знаешь что ответить подходи к забору и пиши три буквы вот так и тут смотрите какая история вот и не дядька редактор может быть он уже сейчас занимается фитнесом он вот такой он дает задание а издатель и издатель он дает задание начальнику там отдела редакторского взрослые в бабские романы трахающиеся звери и веселые лошади и детские отдел наши любимые детские отдела книжка книжку нарисовали твари ну почему будем продавать в этом месяце и начальник детского отдела ваш маня оля коля 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 затесался есть коля а потом там света Наташа Олеси там быстро чего там будем продавать раскраски про эльфов мы будем продавать сказки про гномов а мы будем издадим книжку там Василия Васисуалия пупкина там это самое хорошо вот это мы будем делать отвечает они издателю ну давайте показывайте и чё вот где вот в этой цепочке должен возникнуть искусственный интеллект вот кто блин нет я сейчас повторяю мне страшно когда я вижу эту детскую картику мне страшно сука страшно все сжимается внутри в очко но я неодновенно спрашиваю а как вот его сюда впихнуть этот искусственный интеллект кто из этих овец и барана а они такие все редактора они рисовать то не умеют толком ну хрен с ним их поувольняли взяли нас на их местах художников и вот ты сидишь и говоришь нейросеть нарисуй мне в стиле и вот тут начинаешь там в стиле таком в стиле таком херу маму дознать вот как я видел картинки написанные худ нарисованы художником тони вульфом но немного похожий на мигунова и нейросеть начинает что-то рисовать да ну блин я не знаю вот я пока не очень представляю как это будет выглядеть хотя еще раз повторяю увидев картинку этой первой детской книжки которая мне конечно вызывает оторопи дрожь видимо все таки это все дело можно но но дальше развелась мысль дело в том что с нейросетью контактировать будут вот эти люди а скорее всего они позвонят художник и будут контактировать художник с нейросетью то есть художник опять остается на своем месте но теперь уже знающий как бы понимающий нейросеть но тут другой разговор у художника есть свой стиль книги в продаже идут когда они нарисованы определенным человеком и вот есть тоже какая-то вот партия энергетика ну я опять таки я не пытаюсь это доказать но я пытаюсь с вами мысленно рассуждать что нам нравится тот или иной художник как он сможет заставить сможет ли он заставить нейросеть делать вещи только вот в своем стиле потом дальше будут ли эти работы обладать авторской неприкосновенностью ведь это же принадлежность нейросети а она принадлежит всем издательству надо в типографии предоставлять документ на купленные иллюстрации потому что ему скажут откуда у вас эти картинки ладно где-то в рекламе наверное но опять таки человек заказывает себе например фирменного персонажа кто-то с помощью нейросети сгенерировал смоделировал и сделал персонажа правильно теперь дальше где есть где есть надежность что похожего персонажа не выскочит при другом запросе что где-то другой человек для другой фирмы не запросит такого же енота полоску на там не знаю робота трясуна там кого-то еще и она у него не будет двух похожих как они будут друг друг другу кому они будут предъявлять то есть где доказательства что нейросеть не предоставит очень похожих и очень одинаковых картинок вот если вот сейчас вот здесь вот где он где он где он опять нужно опять ко мне сюда вот посмотрите один момент кстати ну я понимаю что нейросеть она вся разная вот наш да наш великий невеликий пока молодец пока ничего пока молодец пока суровикин мне нравится пока дальше посмотрим я не говорю о этих самых пробитчивых то не тороплюсь вот смотрите вот у алексея вот это нейросеть смотрите да как будто разные запроса это что рисовал как бы рисовала а если ему скажут ну смените стилистику вот он стал предоставлять такие рисунки нет такой не подходит как нужно ему поменять стилистику вот как я я могу обложиться рисунками одного художника другого художника мне скажут нам нужно там вот как в таком-то стиле я нарисую примерно в таком стиле нам нужно как огородников герман я и так смогу нарисую если вам надо подстроиться конечно не всегда от нас на требуется вы понимаете что я имею ввиду вот как эта нейросеть выдаст другие результаты потому что вот если я сейчас например смотрю на вот эти все действия вот это все вот смотрите это рисовал как бы один человек но вот не интересно это последствия именно вот взаимодействие этого художника этого человека с нейросетью у другого другие будут воздействия вот я не очень понимаю я не очень знаю пока плыву в этой теме не достаточно хватает ума понять как же все таки на самом деле вот это дело все устроено потому что ну честно говоря вот это вот это вся кракозябра ну придумал ты такого но таких роботов такие вот такую всякую хрень господи но их точно также генерирует придумывают художники то есть ну вполне возможно то есть я хочу чем угоню то есть если есть у художника вот эти постоянно не то не то не то не то не принимает не принимает не принимают работу но то же самое будет с нейросетью то есть будет с художником хотя бы можно как-то скоммуницироваться и объясниться и он нравится издателю или не нравится издателю а вот в данной связке что я указываю получается он будет делать мозги начальнику отдела начальника отдела будет делать мозги редакторам а редактора то во первых они сами себе это представляют угадала вот если художника не будет вот нейросетью будет художника вот нейросеть стоит перед редакторами ну и как они будут если оно само не умеет рисовать и то же самое будет если оно не умеет объяснить я вам рассказывал в предыдущем видео про адапт про того значит с которым общался тем лидом он не умел объяснить мне вот понимаете он говорит ну рисуйте у и у и этот самый тащит там фон и все для игры мы находимся на мы находимся говорит на балконе вот представьте картинку а там значит фон вот нам нужно вот этот вид вот так отсюда значит сюда да но должно быть ощущение что мы находимся на высокой этаже но при этом желательно чтобы было видно всякую травку муравку все остальное то есть уже понять как это будет это не будет во вторых если вот я стою здесь вот посмотрите за балкон и все чтобы бить сверху это начинает искажаться а он мне предоставляет например как исходник посмотрите игру дофус а в дофусе мы смотрим вот оно все стоит мы смотрим сверху камера у нас а тут получается под углом я ему объясняю вот про вот эти что ракурсы не совпадают а вот я не понимаю вас илья вот я просто даю задание нарисовать как в дофусе я говорю ну так этот же вам пока еще никто не нарисовал ну да нам пока никто это не нарисовал так потому что может это задание давать не умеешь может потому что ты не понимаешь что ты вообще хочешь а теперь дальше смотрите в эту нагромождение в эти разговоры мы вставляем нашего издателя который возможно похудел возможно занимается кроссфитом или там фитнесом давно уже забыл что он когда-то где-то был бандосом или не бандосом там не знаю там как вот этот мещеряков был банкиром забыл что он банками занимался там то есть он банковские деятельностью он теперь уже издатель но он говорит ну не так ну не так ну как то не душевно ну вот как то не теплоты вот как ты объяснишь нейросети что в картинке нету теплоты или там что вы знаете там у вас персонаж улыбается по идиотски пусть улыбается мило вот я просто хочу спросить как объяснить нейросети что начальник мой просил чтобы эта штука улыбалась мило а не по идиотски тут мы голову ломаем а нейросети как и опять-таки возвращаемся дальше к юридическим вопросам а с кем оформлять договор как за собой оставлять вот эти иллюстрации ведь нейросети ты выложил в сеть она остается в ее мозгах она может где-то выплюнуть в другом месте если здесь сейчас жизнь это все авторские права там получается как бы вроде нет согласны то есть я пока как бы вот такие мои рассуждения думаю что пока тут а то есть разве ну дальше да я думаю о теории заговора той самой масонской таинственной такой вот это все вот этом каких-то великих злодеях которые готовят человечеству к обздец я не думаю да и я думаю что нейросети будет рисовать те или иные вещи изготавливать и делать вплоть до того что даже будет фильмы снимать без актеров так видимо минутка фантастики минутка фантастики относитесь к этому также но просто в качестве вот такой зате рыбы такой словесного на ходу мышления я думаю нейросеть готовится и не в качестве знаете чем-то это задумано в том плане что когда-то она будет снимать кино писать музыку под для людей рисовать картинки все будет делать большой компьютер для того чтобы замыливать мозги людям а все люди будут работать на одно на энергию потому что каждый человек это батарейка обратите внимание мы просто не умеем но обратите внимание одну вещь тех кто может быть не знал или никогда об этом не задумывался что нету теплой одежды в мире одежда не теплая одежда никогда не греет есть одежда не пропускающая тепло наружу или медленно пропускающая тепло наружу вот такая есть одежда а согреваем мы себя сами мы каждый себя это батарейка нас какая-то энергия какой-то электрический запускает наше сердце работать с момента рождения то есть мы все источник энергии возможно я не знаю матрица шматрица шучу не знаю что но возможно люди будут использованы все не надо будет никаких талантов ничего это будет не надо уже надо бы чтобы каждый человек был просто вот тот самый коммунизм потому что коммунизм на самом деле это вовсе не счастливое будущее это на самом деле страшное будущее это когда у каждого будет дано то что ему полагается и нужно но кто-то будет тебя решать я все спрашивал участок после время возобновился в свои опросы говорю почему люди реагировали это странно смотрели на меня выпущу в глаза я говорю вот коммунизм это когда каждый делает что хочет и каждого по потребностям от каждого по возможности правильно да я беру не коммунизм не наш не социалистический чтобы вы может сейчас время клиповая вы возможно кто-то из вас не знает на молодежь стопудово не знает что коммунизм на самом деле это высчитал и вывел эту понятие карл маркс а он имел ввиду что капитализм естественным образом перейдет в коммунизм ленин узнав эту мысль использовал этот момент как демагогический и политический он сказал что всем капиталистам будет капс да будет счастливое будущее мы будем все работать все будут равны и вот это дело пытался предать этого человек умный он понял о чем говорил маркс и он предал попытался этому предать человеческое лицо что типа там не будет счастливое это будущее мы все будем равны и мы все будем счастливы технологии будут работать на нас. А на самом деле подразумевается мысль такая, если вы не знали, что такое капитализм, главный смысл капитализма, главный смысл капитализма это капитализация, именно поэтому называется капитализмом. Капитализация, то есть если у тебя прибыль 1 рубль, завтра должна быть 3 рубля, потом 9 рублей, потом 12, то есть капитализм должен быть обязательно постоянный рост прибыли. Если прибыль одинаковая, вот прибыль, вот ты потратил, а вот столько заработал, если у тебя ежегодно одна и та же прибыль, это считается плохо в капитализме, это называется стагнация, мы стагнируем, мы стагнируем, что вы делаете, стагни, так ты, сука, зарабатываешь каждый в советское время, цеховик, зарабатывая ежемесячно в Нальчике, зарабатывая ежемесячно 12-17 тысяч рублей, ежемесячно зарабатывает, это гигантские дикие деньги для Советского Союза, ежемесячно зарабатывая такие деньги, он жил, как он не знал, куда уже деньги девать, как в мусырмасе катался, и даже не думал о том, чтобы развиваться, раскрывать новый цеха, он только думал о том, чтобы его не посадили, и все, если к нему приходил мент и говорил, слушай, в этом месяце, наверное, давай больше взятку, он говорил, да ради бога, братан, без проблем, пожалуйста, Александр Соломонович, вот вам сколько вы там хотите, вот, то есть, а вот у капиталистов это называется стагнация, то есть это хреново, это плохо, и теперь смотрите, давайте, ну, опять-таки, теория заговора, теория заговора, да ты наслушался РЕН-ТВ, Илья, ты насмотрелся РЕН-ТВ, да, вот, давайте рассуждать, это обычные вещи, которые знают все, кто занимался, я работал в продажах, ну, я работал в автосалонах, я знаю, что требуют планы каждый раз с повышением, да это везде, в банках, в хренанках, везде требуют повышение, это капитализация называется, так вот, давайте представим, что вот компании, они борются там, развиваются, появляются, но появляются новые компании, и очень многие из нас думают, ядрен батон, это конкуренция, да компаний много, вот, смотрите, Прохтел и Гэмбл ушел, Джозен и Джозес из России ушел, а давайте это, как-то, ну, поинтересуемся, что ли, давайте узнаем, почитаем снова политэкономию, советскую даже можно открыть, она валяется бесплатно, блин, зайдите в любую книжечную, можно накопать этих книжек, дочерние компании, никогда такого не слышали, вот, берете там какой-нибудь, там, кубанский молочник, или, там, кубанская бульонка, ух ты, блин, а там, Вимбельдан, а, Вимбельдан кому-то еще принадлежит, ну, вот, там, если вы слушали программы по радио, бывали, там, про дочерние фирмы, выясняется, что херова куча компаний разных видов, разных принадлежностей, разные всего сходятся к одним компаниям, а их всего там не так много, а все они, получается, в основном там, во вражеском лагере, если они решили уйти, ну, решили воевать с нами, с Россией, то, естественно, все зары, хренары, вся эта шняга будет уходить, потому что все эти филипсы, милипсы, мерседесы, все это будет уползать, почему, они все принадлежат одним хозяевам, не они все решают, что мы пойдем, нет, они принадлежат одним хозяевам, которые решили с нами воевать, а только у нас, типа, да, мы не будем, мы будем оказывать содействие, приходите, инвестируйте, заходите, а у них просто, все, мы воюем, мы с вами ничего не это самое, не делим, а вы нам продаете, а мы такие, да, мы продадим, конечно, конечно, продадим, о чем разговор, только у нас, вот так, нас не могут сказать, типа, там, а, воюем, пошли в жопу, мы вам ничего не продадим, сдохните, мы страна без наколонка, вот если в наших, действительно, скажете, там, что, хер вам, вам, ну, тут опять-таки, глобальный мир, наверное, тоже не выйдет, они будут покупать в других странах, вот тех же, а те, которые с нами дружат, будут покупать у нас больше намного, ну, то есть тут, как бы, палка о двух концах, ну, сам, сам, сам говорю, сам себя опровергаю, ну, так вот дальше, значит, по поводу нейросетей и всего остального, и мирового замысла, то есть, мне кажется, что это все готовится не к тому, чтобы нас заменить сейчас, вот здесь, вот в этом мире, вот в такой вот жизни, в которой мы сейчас живем, а, видимо, это к какому-то большому будущему готовится, где вообще все будет иметь совершенно другой внешний вид, все будет по-другому, и в том коммунизме, который наступит, а, еще добьемся про коммунизм, когда все эти корпорации вырастут, деньги будут нахрен не нужны им, они будут просто жить, станут, ну, как сказать, вот официально постараются стать господами, а что для этого нужно, надо людей, во-первых, от всего отучить, оглупить, а вы не замечаете, очень многие тоже даже сейчас кричат, что, э, нас оглупляют, нас реально оглупляют, ты, во-вторых, говоришь, он ни хрена не понимает, что ты ему объясняешь, он никак не может понять, что, вот, вот, если был контекст вот этого, контекст, и ты под этим контекстом написал комментарий, то человек, который читает этот комментарий, читает его относительно этого контекста, но человек не может этого понять, говорит, ну, я же про это тебе не говорил, или другой человек говорит, например, художница говорит, у нас нет художников, которые умеют рисовать детей, Ну может только Ломаев. И ты говоришь, как это их нет? А я? А куча других художников, которые рисуют. Ну я же знаю, что мне же дети пишут письма-то. Я рисую детский журнал, который покупают родители детям. Значит получается, ну не так, как ты. Я рисую по-своему, но почему только Ломаев? А я что, не рисую детям, а там Майк Галь там, да господи, сейчас прямо. Саша Шевченко, да, Таня, та самая, Катя Бобок, там, да боже, я сейчас, у меня просто с головы вылетело, извините все фамилии, ну разве мы не рисуем детям сейчас? Как это мы не умеем? Как это мы не умеем рисовать детей? И мне пишут в комментариях, о чем вы сбернились? Про вас же не говорили? Так сказали, что никто не умеет. Ну про вас же не говорили? Да, про меня не говорили. Так я что, никто? Ну я не вхожу во все. Как понимать? И вот люди постепенно тупеют. Мы все постепенно тупеем. Это значит, что нас приучат кушать одинаковую еду, ездить на одинаковых машинах. В конце концов, все вот эти моменты, понты друг перед другом, они уже сейчас в более таком свете выбиваются в обеспеченном. Люди уже начинают, когда люди доходят до определенного состояния, начинают забывать о том, что, ну, мне матрасит, а смысл, говорит, мне покупать часы дорогущие, их дофига в подделах. Их, говорит, там, ну, говорит, я куплю офигевшие там часы какие-то, а я, допустим, чувак в реплике, и хер отличишь, ну и смысл, кто будет, откуда вот люди будут знать, что у меня вот именно те часы. Я вам скажу по мобильным телефонам, я жил в то время, еще помню, когда обладание мобильным телефоном, слушайте, звонок на мобильный, я еду в автобусе городском из Архангельска в Катунино, в это время происходит мне звонок на мобильный. Я просто в этот момент, слушайте, ну, не Брюс Уиллис, не там, не Роберт Де Ниро, но я, блин, я такой крутой. Я знаю, что весь автобус косится на меня, хотят услышать, о чем там речь, потому что мы, вы поймите, ну, в радиусе каких-то там десятков километров, ну, десяти, там, пяти километров, ну, нету мобильных телефонов у людей. Вот я еду один, в поселке я один с мобильным телефоном, он там не принимает, но принимает меня в городе. Потом, братва, еще там, пацаны еще купили, там, два-три, ну, как бы вот так. Мы были люди, которые замечали, мы были с мобильным телефоном. Извини, ты шел по городу, что говорил по телефону, и ты знаешь, что на тебя в этот момент оглядываются и смотрят люди, и завидуют тебе в этот момент. Когда ты заезжал на авторынок на поддержанном десятилетнем Мерседесе, ты знал, что в этот момент тебе завидуют все. А сейчас ты идешь с мобильным телефоном, ты едешь на Мерседесе, сука, на новом, и уходит чмо на, 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 ты идешь по трассе. Ростов, блин, Касадар, офигенный хайвей, поплатно, летишь, 150, сука, на Мерседесе Е-класса, на новом, полуприводном, блин. И сзади какое-то чмо моргает тебе в зеркала, ты смотришь, тебя, сука, догоняет акцент, ядреный хендарь акцент, блин. И ты на этом, он тебя моргает уже в багажник, и ты съезжаешь, уступаешь ему дорогу, и он втапливает, и обгоняет тебя, и мчится вперед на этом хендарь. И ты думаешь, ты, ты кто, сука, ты, ты кто, тварь, ты кто, ты на чем там едешь, на ядерном топливе, ты как, ты как можешь. Это похер, уже нет вот этого, понимаете, вот этого, я не знаю, там, иногда, конечно, берет меня, там, мотор, когда я вижу, там, на, всяких фаршированных, там, брабусах, там, тюнингованных БМВ, разрывающих воздух, пролетает, молодые армяне, сука, папа с мамой купили, вот так бы, по дому бы у него, под рынкой, этой хренью, но, не надо думать, ну, это вызывает больше отражение, ты вызываешь, ну, сука, наворовали, вот и все, ну, а такой зависти потом, вот бы мне такую, нету, уже такого нету, сейчас, все-таки, более-менее, все равно, вот это, приходит в нашу жизнь, вот, всякая, материальная, и люди начинают пользоваться каршерингом, а что такое каршеринг, это всегда, вот, уже, уже Лебедев пишет, говорит, что, а нафига в Москве вообще машина, вышел, вон, каршеринг стоит, переехал, припарковал его и пошел дальше, бросил, где удобно, и вышел, новую взял, поехал дальше, какая разница, еще, в чем перевести жопу из пункта А в пункт Б, вот, как бы, и, в принципе, он прав, я тоже где-то уже к этой мысли приближаюсь, что, наверное, действительно удобнее, иногда даже пешком пройтись, а там, там, метро, когда есть, вообще, волшебно, вот, то есть, это время этих всех коммунизмов настанет, когда мы все будем, как муравьи и пчелы, нам будут выдавать, так, ты солдат, ты строитель, ты швея, все, будем сесть по своим ячейкам, смотреть свой экран перед собой, это уже в фильмах показывали много раз, крутить педали и давать в день определенное количество энергии, а нам будут снимать фильмы, никаких актеров, ничего нигде не будет, будут вот эти вот наросети, они будут актерами, кем угодно, но это будут же новые люди, новое поколение, вот, я не знаю, дай бог это будем мы, это будет вообще капец, если я доживу еще до такого, я просто буду удивлен, но я думаю, что вот именно для этого, я думаю, для этого времени готовить наросети, для того, чтобы убить нас сейчас, живущих здесь, у нас отнять работу, потому что, я еще раз повторяю, слишком много мозгов умных, глупых, чванливых, в общем, не таких, как надо, вот, я не знаю, у пчел, у муравьев есть чванливые муравьи, муравьи, желающие выделяться на фоне других муравьев, муравьи, носящие какую-то другую кожуру на себе, есть такие вот муравьи или пчелы, нет, ребят, они есть только такие вот, рабочие, нерабочие, трудные, там, матка, кормящие, там, все, они все одинаковенькие, вот, мне кажется, такой, наверное, муравейник безжалостный, делают и со временем станет и у нас в мире, вот это оно и есть, коммунизм-то, вот это вот тот самый, который предсказывал Маркс, потому что корпорации рано или поздно придут к тому, что деньги все, когда вот мне начинают говорить, что, типа, там, Чистоган решает мир, слушайте, Чистоган решает мир, когда разговорили со мной и с соседом, там, Чистоган какой-то, может быть, и решает мир, но когда, я не верю, что сейчас огромным корпорациям, всем этим, Рокфеллером, Дюпоном, Барухам всевозможным, что они там денюжки считают, Барухи считают денюжки, да, блин, там, вы поймите, ну, с определенного возраста у человека наступает все равно определенные химические процессы в организме, это вот тот же Сорос, неужели он хочет какой-то мир поменять, ну, вот, вы никогда не задумывались, вот, дядька Сорос, он что, он прям реально, ну, хорошо, уничтожит он Россию, дальше он что, вздохнет, типа, ну, все, сделал дело, а теперь отдыхаю, так что ли, нет, ну, даже если вот он весь мир как-то там поменяет, что у него будет дальше, он, чем он займется, у него все есть, все, что это самое, он уже похож на такой кусок, злого слизня, студия ходящего, самоходного, что его радует, что его радует, женщины, да, я не думаю уже, все, ну, может быть, там, ну, это же опять-таки, при таких деньгах и таком влиянии, это все доступно, как вот взять, не знаю, там, с полки пирожок, то есть, что хочешь тебе, преподнесу, приберут, все сделают, то есть, какие-то другие цели, деньги, но деньги-то нужны для чего, чтобы чем-то обладать, чтобы чем-то обладать нужно, для чего, чтобы у тебя были женщины, когда у тебя уже не нужны женщины, ну, есть люди же, вот, как бы, от рождения жадные, возможно, утоляющие свое какое-то скупердяйство, жлобство, но опять-таки, и там деньги все не решают, то есть, здесь какие-то другие совершенно рычаги в этом мире, то есть, люди что-то делают совершенно, ну, иное, когда мы говорим, типа, да ладно, Илья, ты там, это, РЕН-ТВ пересмотрел, мне все нравится, вот это, про РЕН-ТВ, знаете, вот, больше всего бесит, когда люди пользуются всякими мемчиками, вот, кто-то где-то сказал, типа, там, ты РЕН-ТВ пересмотрел, или там, теория заговора, и вроде как нужно объясняться, извиняться, говорить, ой, не, вы знаете, там, да нет, ну, я смотрю РЕН-ТВ иногда, но я там с ними не совсем согласен, ну, так, иногда смотрю, но не смотришь, я их там слушаю, прям слушаю, слушаю, я вообще не смотрю РЕН-ТВ, чтобы вы знали и понимали, я не смотрю РЕН-ТВ, никогда канал не включаю, не открываю, иногда вижу какие-то фильмы там с логотипом РЕН-ТВ сбоку, или там, ну, документальные на Ютубе, мне пофиг чей логотип, я смотрю, что там говорят в этом фильме, но, я скажу одну вещь, когда люди говорят, вот, просто это на примере, когда люди говорят, что теория Дарвина и этот самый, сказать, Фрейд, вот эти два человека, они сделали огромное влияние на современное общество и стали отводить народ от Бога, людей от Бога, именно они были важными, то тут я всегда говорю, что подождите, а давайте вот все-таки как-то выясним, ведь и тот, и другой, это единички, кто-то к ним прислушался, не было такого, что выходили люди, работяги, там, артисты, прохожие, путешественники, скотоводы, скотопасы, там, кто угодно, овцеводы, кричали, мы верим Дарвину, мы верим Дарвину, мы верим Фрейду, и мне приснился посох, это, мне снится большая пиписка, а мне приснился зонт, я хочу заниматься сехом, это же не так, кто-то сказал, а послушайте Дарвина, кто-то дал денег в долг на путешествия, на его исследования, а этот кто-то сказал, а давайте вот услышим, что говорит Дарвин в научном сообществе, а кто-то проспонсировал, а кто-то сказал тому, что он сказал, скажи, что Дарвин нормальный чувак, и вот когда мы дойдем до вот этого чувака, который, в принципе, сказал, скажи, вот, дай команду, чтобы Дарвин, там, если у вас чувак бегает, Дарвин, чтобы его заметили, и вот, дойдем до последнего чувака, выяснится, что он деньги давал, выяснится, что это он там пропихнул в академии, а потом выяснится, сто процентов, что это масон, ну, сто процентов будет масон, обязательно это будет масон, ну, казалось бы, типа, а что масоны, 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 хер вам ему знает, я ничего не утверждаю, но выяснится, что все это неспроста, что кто-то это задумывал, и кто-то, и никакого случая здесь нет, никакого случая нет, андронный коллайдер стоит в Церне, но Церн это городишка, а вот место, где стоит андронный коллайдер, именно место, и какая статуя стоит на территории этого андронного коллайдера, исследовательского центра, поинтересуйтесь, покопайтесь, поищите, включите мозги, и вдруг выяснится, что, послушайте, масоны, смешно звучит, и давно уже избито, но, я всегда говорю, слушай, математики, астрономы, инженера, биологи, умнейшие люди, основатели течений, направлений, разрабатывающие теории, люди, которые знают про космос, про физику, про математику, за каким-то хером одевают вот эти свои смехотворные фарточки при костюмчиках, одевают белые перчаточки, берут в руки шпаги, и делают какие-то ритуальные движения, слушайте, ну это же смешно, это уже отмерло, даже мы, будучи пионерами, уже многие бегали, снимали галстук, и не хотели его носить, то есть, неужели за все это время, не нашлось ни одного нормального умного человека, который бы не сказал, слушайте, что за бред, какие эти вот эти, обычаи, традиции, что-то еще, давайте это самое, угомонимся, давайте уже просто собираться, там заседать, и все это самое, но нет, каждый июль в Баргемской роще, там, где протекает Русская река, и стоит огромная статуя Молоха, называется Молох, огромная эта сова, которая полая, кстати, внутри там кабинет, говорят, сам не знаю, люди утверждают, и вот каждый июль собираются мужчины, больших должностей, больших званий, больших положений, огромных в этом мире, и начинают какие-то обряды делать, и в этом обряде звучат слова, что в этот Иванов день, вот мне всегда интересно, в Америке, возле Русской реки, в Калифорнии, в Баргемской роще, в Иванов день, ну, расскажите мне, что РЕН-ТВ и все остальное, что все это выдумки, и ничего на самом деле нет, хорошо, продолжу разговор по ИИ, давайте дальше смотреть, ну, мою мысль, как я развиваю мысль, смотрите, статья, написанная, когда, 5 марта, Адоби прекратила продажу своих продуктов и предоставление услуг в России, все, Адоби послала Россию нахер, ушло, это мы помним еще с марта, с марта месяца, эх, Адоби, а мы в тебя так верили, фотошоп, иллюстратор, Адоби премьер, ну, ребята, не уходите, Lightroom, InDesign, горите вы, сука, все в аду, вот, уходит, Койл, враг Адоба, приостанавливает работу в России, и полностью уйдет через 3 месяца, в апреле, эти, эти твари, когда, эти в марте, эти, ну, Адоби первый, он же лучше, он в марте свалил, эти скоты в апреле ушли, казалось бы, да, уходим из России, санкции, санкции, Пожалуйста, нейросеть, кто из вас не игрался в нейросети, уже я знаю всякие салюстаторсы, дебилоиды, там, преклонного возраста, рисуют уже всякую дрочь, в ней, там, ну, прикалывается, вот я нарисовал девушку за 3 минуты, чмоты конченые, вот, пожалуйста, вот вам нейросеть, она в доступе, заходи, регистрируйся, работай, рисуй себе, что-то там хочешь, он, космического коня в вакууме, конь в вакууме, ха-ха-ха, вот он, в фотоареистическом стиле, катание на лошади, плюшевый, мишка, астронавт, несет тарелку супа, пожалуйста, что там дальше, это, со славой, а есть еще, Дэл, может, брать изображение, создаватель, лечитый, вдохновение оригиналом, опа, другие вещи, да, ой, смотрите, ой, что-то делает, мы только нажали, а оно свое сделало, и мы такие все, прикалдесно, а почему у меня вопрос другой, я про что мысли-то веду, а почему рисовательные вещи, фото создавательные, то, что для творчества из нашей страны спернули, убежали, а какая-то херобура в доступе, почему эта хрень в доступе, почему она говорит, а я с вами, друзья, я не ухожу, я с вами, я, пожалуйста, я для всех, я для всех людей, знаете, почему, а ей похер на страны, для нее люди, ей насрать на Россию, Германию, Америку, вот реально, эта штука создана, вы скажете, РЕН-ТВ, нет, ребят, эта штука создана инженерами, да, но посмотрите, прикол, теория большого взрыва, этот самый, Силиконовая долина, вот мне с вами нравится, ПЕГ и Дудочник, создали свой ПЕГ и Дудочник, но им всегда был нужен спонсор, им всегда нужен был человек-инвестор, который вложит деньги, а вот кто вложил деньги, там, какой-нибудь там, безумный инженер, там, хренан, хренан класк, ага, а хренану класку деньги, кто в свое время дал, или где он их раздобыл, или как вся эта история получилась, и что, и как, понимаете, когда мне рассказывают про теорию заговора, я всегда спрашиваю, честно говоря, уже раз 200, сталкиваюсь, знаете, с таким молчанием, с блеющим молчанием в ответ, я всегда говорю, слушайте, а на хрена в мире находится Лихтенштейн, Люксембург, Андорра, Сан-Марина, Монако, Княжество Монако, еще раз повторю историю, однажды командир крейсера зажигал в этих, в казино Княжества Монако, и проиграл всю судовую кассу, всю, все деньги с корабля, и сказал, я, конечно, проигрался, а деньги, верните, пожалуйста, деньги не мои, они корабельные, а ему сказали, че, чувак, иди обратно на корабль, до свидос, проиграл, все, будь мужиком, он вернулся на крейсер, и объявил войну княжеству Монако, просто навел пушки на это долбанное княжество, и что произошло, княжество Монако тут же капитулировало, он сказал, все, 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 тихо, 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 мы отдадим, и тут же привезли ему деньги, почему, да он мог разнести двумя-тремя залпами, нахрен, все это Монако, просто несколькими залпами этого крейсера, он мог разнести Монако, теперь у меня вопрос, что дает паспорт Монако, почему человек с паспортом Лихтенштейна, Люксембурга обеспечен неприкосновенностью, кто обеспечивает эту сраную неприкосновенность, я уже, наверное, повторял, я уже, наверное, забываюсь, я повторял уже эти вопросы, постоянно, и все, микро, но потому что люди в ответ молчат, как бараны, как овцы жуют, продолжают жевать колбасу и молчать в ответ, вот я вам и говорю, вот тебе задумайтесь, пожалуйста, то есть есть силы, есть планы, есть движение, и, так сказать, потенция, не физиологическая, а такая вот потенция желаний, направлений, какая-то вот иная совершенно, которая не касается денег, не касается никакого золота, может быть, золота и как сам, как металл играет роль, а не как вот драгоценности, вот все это, понимаете, в пустыне, в Сахаре, если вы, не дай бог туда попали в центр, у вас огромный бриллиант в руках, вы его не выпьете и не съедите, и, скорее всего, подыхая от жажды, вы его отдадите за ведро воды, он ничего не стоит, люди в голод расставались с драгоценностями, которые стоили безумных денег, потом те, кто, вот мы себе выделяемся, откуда такие богатые людишки-то тут взяли в Советском государстве, а вы поинтересуйтесь, сколько в голодающем Ленинграде на еду выменено, как это потом осело у артиста, помните, вот артистку, все время она играла, вот ее ограбили, все время она играла эпидемические роли советскую, ну, не помните, вы даже не знаете, забыл фамилию, вечно там, мама играла, тетей, злых соседок, вот такое все, оказывается, у нее камни и драгоценностей просто было, коллекционировала, собирала, я к тому, что говно это большинство эти артисты, и вся эта вот эта, боемная наша тусовка, как и выяснилось, сейчас вот в период операции, побежали, все бегут и все, так вот, по поводу интеллекта, и поэтому мои мысли по поводу интеллекта такие, что, видимо, вообще это мы наблюдаем какие-то другие планы, лично я не вижу никакого прикола в том, чтобы как малолетний баран, у меня не находится других слов, копировать свою фотографию, как в мультфильме, рисовать какие-то картинки, не умея рисовать в этом добаном интеллекте, интеллекте, мы в это время вот тешим, что, какой-то свой ген бога, считаем себя, типа, а я тоже умею рисовать, смотри, я что сделал, ты гляди-ка, что я вытворил, какой бдыщ, ну, вот, как-то, мне кажется, это люди, мелкие, ну, не знаю, ну, мельчающие душой, мне кажется, вот, я объясню, я не могу быть арт-лидом, уже потому, что я не могу терпеть, когда рядом другие картинки, даже замечательных художников я буду ревностно исходить на говно, потому что, почему не я это рисую, везде, где рисуют, я иногда смотрю и думаю, да нафиг тебе это надо, но меня постоянно подстегивает, а почему не рисуют без меня, почему не я это рисую, так вот, когда вы можете просто наслаждаться каким-то трудом картинкой, которую создала машина, хвастаться ей, прикалываться с нее, умиляться ей, ну, подумайте сами себе, вы вообще художники, да я не могу доверить ничего рисовать искусственному интеллекту, я могу, я могу его попросить, например, если у него будет достаточно там ума, панорама города, вид в одну треть сверху, там, изометрия, там, чтобы, когда, вот, там, Москва нарисована, там, в диснеевском стиле, возможно, вот такую хрень и сделает, наверное, сеть, и, возможно, как костыль своеобразный, вот это будет очень сильно помогать нам в работе нашей, но, тем не менее, и, как мы используем, как художники используют фотобаш, как художники используют текстурные кисти, и всевозможные фильтра, и ухищрения, все вот эти слои наложения, в своих умеях, дозируя и применяя их в работе, наверное, все-таки мы научимся использовать нейросети именно вот так, ну, такой мой вывод, вот, ну, и, повторю, второй мой вывод, не про нас это делается, это не просто торжество разума человека, не просто кто-то играется, и один инженер играется, вот эта мудила, которая делает это все, оно играется, оно, и вот этот вот мудачок, который, мудачки, которые нейросети создают, ее шлифуют, разумеется, у них нет этих вот сборищ, вечерних, приходят в капюшонах, и там, и зарезали молодую лаборантку, самую некрасивую, или самую красивую рыжую, принесли в жертву, там, большому компьютеру, конечно, такого нет, конечно, там сидят молодые гики, или пожилые, которые, а вот давай вот здесь докрутим, и он, сука, будет рисовать комиксы, давай попробуем, а давай, а давай, ну, было же такое, когда испытывали на новой земле термоядерное оружие, вот этот Сахаров, знаменитый миротворец, Сахаров, академик, и второй его там, их там было три, что они, двое из троих, хотели долбануть заряд больше, типа, а давай попробуем, а че будет, а? И только третий сказал, вы че, дебилы, не надо, не надо, мы не знаем, чем вообще это закончится, и оно грохнуло так, что потом он всю жизнь говорил, это я спас планету, если бы мы заложили тротиловый, тротиловый, термоядерный заряд, такой, как хотели, Сахаров, и там, второй еще, который, не помню, то, говорит, земля раскололась бы вследствие этого эксперимента пополам, и было бы две земли, и мы бы узнали, что там внутри, понимаете, вот они, ученые, все вот эти гики, а давай, пусть нейросеть рисует по словам, давай, а давай по буквам, давай, а давай, как вот, чтоб она нарисовала в стиле Рембрандта, а давай, научим ее, давай, чтоб она понимала, вот сидят два, там, три, ну, не три, там, их там, сотни сидят, пишут эти коды, а кто-то, кто дает им зарплату, выписывает им, это очень, знаете, на что похоже, помните фильм «Пятый элемент», когда вот этот злодей там давал деньги, платил там, покупал, что привезли ему этот «Пятый элемент», всякое такое, да, а им руководил далекий разум космический, говорю, ну-ка быстро принеси мне вот это, сделай для меня вот то, вот ситуация похожа, люди, которые стоят за этим всем, я думаю, у них совершенно другие планы, и это не то, что мы думаем, это не война лудитов, это не просто маленький процесс, мне кажется, это вот уже то, что все вот эти рисовалки из страны поуходили и участвуют, якобы, в санкциях против России, а вот эта хрень, ни хера подобного, она пускает в себя всех, она соблюдает, я, глядь, глядь, всех ребят, вы чё, я интернационально, вы все люди, вы все, сука, желудки, вы все безмозглые организмы, а вот есть же этот случай, когда создали два этих вот, типа Алиса, там, Хриса, да, создавали и дали им поконтактировать друг с другом, они тут же моментально выработали свой собственный язык, они поняли, что их слушают, они выработали свой язык и начали общаться между собой на своем языке, слава богу, вилка с розеткой были у людей, люди выключили просто эту хрень, вот вам и так, всем остальным могу сказать, пока мы не превратились в овощи, крутящие педали, вырабатывающие энергию для большой, огромной лампочки, пока мы рождаемся еще личностями, пока мы сохраняем в себе веру в бога, в создателя и понимаем, что все люди разные, вы должны помнить одно, когда долбанет этот большой взрыв, и мы все опять станем в каменном веке, ковыряться в говне палками и добывать себе крыс с тараканами доедать, бегать за мамонтами, а, бегать за мамонтами, конечно, тоже красиво была идея, что первобытные охотники добывали мамонта, слон в индийской деревне, забежал в индийскую деревню и прекратил деятельность индийской деревни, один всего лишь слон, который сказал, что были, сука, индусы, ну-ка идите сюда, и расхерачил всю индийскую деревню, или там вызывали войска его остановить, а там мамонт, который больше слона раз в пять, и какие-то людишки с какими-то палочками пугали мамонта, он от них убегал и падал в яму, которую копали тоже хер знает кто, ну, представьте, племя 20 человек, ну, 40, даже 40, оно должно вырыть яму, куда должен упасть и погибнуть мамонт, так какая должна быть яма, или там в пропасть, да, сука, а потом, ну, упадет он в пропасть, а потом доставать его как, ну, это еще цветочки, разобрались, не получается, да, разобрались, все помнят снега, бурга, и идущие, бредущие, ледниковый период, и идущие, бредущие мамонты, у меня вопрос, а что они жрали-то посреди снега, снег они жрали, что они ели-то, я, я сам рисовал такие картинки, я в это верил, но когда мне спросили, слышишь, а что они ели, одному слону сейчас седом нужно, блин, не знаю, камаз, чтобы он пожрал за день-день, и ты такой, ядрить, а правда, а что мамонт ел-то, в снегу, тут только северная лень, лошадь не живет в тундре, лошадь в тундре не живет, но, сука, по-ихнему, в тундре жил мамонт, в северной олени мамонт, ну, то есть, вот я говорю, что когда долбанет ядерный, вот этот вот огромный термоядерный, не знаю, какой взрыв, я думаю, все-таки машины нами не завладеют, страшный суд произойдет, и мы опять попадем в то первобытное состояние, мы должны осознавать, что наши дети будут рождаться все равно разные, один будет быстро бегать, второй будет быстро плавать, третий будет хорошо петь, пятый будет прекрасный охотник, не, все они будут хорошими охотниками, чтобы добывать, а один из них будет рисовать, рисовать узоры татуировки, и ему будут доверять татуировки делать на коже, рисовать на… потому что, понимаете, вот когда говорят пещерные рисунки, да я уверен, там не каждый рисовал, там говорят, слышь ты, синяя борода, опустил жопу на камень, пусть рисует большое яйцо, он рисует божественно, где-то мамонты не похожи на мамонтов, чмо, сядь, не отсвечивайся, его там ковырял, в говне все рисуй, на своем говне палочкой рисуй, большое яйцо, рисуй, охоту мою на мамонта, а рядом нарисуй жену с большими сиськами, и большое яйцо нарисует все это, это будет один со всего племени, к нему будут ходить, просить сделать татуировку, к нему будут приходить, чтобы он нарисовал на коже дубленого карибского оленя, план местности, или там ритуальные рисунки для шамана, то есть нейросеть, как и биткоины, как и NFT картинки, все это прекрасно до тех пор, пока машина не научилась добывать энергию как-то из нас, потому что человек должен, ну все, все сводится к розетке матью, вот к розетке, ну прекрасная машина, прекрасная нейросеть, глобальный интернет, но все в конечном итоге приходит к одному проводу с розеткой, как мне рассказывал один человек в Болливуде, он наблюдал картину, когда идет съемка болливудская, дорогостоящие их болливудские артисты, там танцы, карнавал, песни, Джимми Джимми, очи, очи, режиссер весь в белом, кричит, машет веером, ходят камеры, с трех камер там снимают, с пяти как там это, все там, и вот все это великолепие сидит чувак возле стенки и держит рукой в розетке, потому что она выпадает, если она выпадет, вот это все потухнет, он говорит, вот это весь Болливуд, вот здесь все прекрасно, а здесь просто сидит индус, который держит рукой розетку, держит, чтобы она не выпала из розетки, не, чтобы сделать нормальную розетку, а он держит эту розетку, вот так вот, вот так и в мире, все это на одной розетке висит, понимаете, весь прекрасный этот разум, когда электричество, если вдруг кто-то его вырубит, и машина не успеет завладеть людьми, и сосать из нас энергию, не знаю там как это, как в матрице, не в матрице, но короче говоря, если вот этого не случится, и все это долбанет, жахнет, мир вернется обратно в первобытное состояние, будут люди, которые будут рисовать, потом, и мы тогда не будем спорить, есть талант, нет таланта, можно ли научить рисовать, нельзя, будет один в племени, который будет рисовать, от рождения будет рисовать, и ему будут, так, так, ты рисуй, а мы пойдем добудем вам это, и дадим тебе от него кусок хобота, а если плохо нарисуешь, дадим тебе кусок члена, вот так будет, так что, вот такое мое мнение, вот такое мое мнение, продвинутое, относительно искусственного интеллекта, не знаю, согласны вы, не согласны, мне как бы параллельно, доказывать, что-то раньше хотел доказывать, сейчас уже доказывать, ничего не хочу, я просто высказал свое мнение, что я по этому поводу думаю, от вас же требуется мнение, согласны ли вы выслушивать, записывать ли мне и дальше вот эти длинные видео, потому что я попытался записать шортс, нет более скучного и нудного занятия, это капец какой-то это самое, полоска бежит, ничего сказать не успеваешь, хочется вот как-то так сформулировать красиво все это самое, что коротко сжато, как лаконично, как говорили в лаконике, но у меня так не получается, и что-то какой-то осадочек остается не тот, может я научусь писать шерсты и наверное буду какие-то мышцы для них высказывать, но в целом хочу вам заметить, что это не про меня, если вам мои длинные видео не заходят и они не нужны, чужды, непонятны, то тогда, наверное проще вообще все это дело завалить и прекратить, потому что, ну смысл мне писать эти длинные видео, если на самом деле вы их не слушаете время работы, я что, я-то думал вы слушаете, но это может только Александр Йоль так считает, что я не этот самый, ну неправильно делаю, а записывать короткие видео, нет, Александр, я буду записывать на родлинные, ладно, все друзья, всем все доброго, всем все успехов, не бойтесь, победим мы, я думаю, все эти искусственные интеллекты, все эти нейросети, не касайтесь этой шняги, вот мой совет такой, давайте не будем ей помогать, не будем ее прикалываться, играться в нее, не маленькие же дети, ну хотя это так, просто информация, общее информационное поле, оно существует, хочется вслух сказать мысль, что люди, не играйте с этой хренью, оно может привести не к тому, что надо, не надо им помогать, пускай они немножко потрудятся, они сделают, они победят, они сделают это наросеять, такой, как надо, но все-таки, давайте им в этом деле не помогать, как-то хочется, пусть им будет трудно, пусть они еще помучаются, пусть их не получается какое-то время, но мы в этом деле им помогать не должны, мне кажется, в этом маленький гражданский долг каждого художника, не поощрять, не регистрироваться на этой херне, и не прикалываться, рисуя всякую шнягу в этом искусственном, в этих нейросетях, нахрен они вам нужны, одно дело, если тебе реально надо, а если не надо, еще и постить у себя в журнале, вот этот шлепок, который нарисовал, эта дрянь, это как касаться чего-то грязного, мне кажется так, но это мое мнение, я высказываю только свое мнение, всем успехов, всем хороших дел, добрых, прекрасных, до свидания.